Здравствуйте! Многие, задумываясь о своем здоровье и чтобы не подхватить какой-либо вирус, задумываются о ношении маски на лице. Но нужна ли эта маска и поможет ли она? Медицинские организации не рекомендуют людям, которые не болеют и не работают в больницах и поликлиниках, использовать маски для лица, потому что польза этой меры защиты не доказана. Да и теоретически вряд ли маски очень полезны. Недостатков у них достаточно много. Например, маски не закрывают глаза. Соответственно, для вирусов остается доступным один из наиболее любимых многими из них – путей передачи. Именно через глаза может передаться инфекция, а не только через рот или нос. К тому же маски не плотно прилегают к носу и ко рту. Соответственно, вирус по-прежнему может туда попасть. В масках слишком крупные поры, и мелкие капли могут проникнуть через маску. Но крупные, если человек чихнул прямо на вас, скорее всего, маска на некоторое время задержит. Но маски очень неудобно носить правильно, что сводит их возможную пользу к минимуму. Здоровым людям не рекомендуется носить маски. Носить их должны пациенты, которые кашляют и чихают, и разбрызгивают свои вирусы и бактерии. Также принято, чтобы маски надевали хирурги. Но в действительности нет данных, которые бы показывали, что это защищает операционную рану от инфицирования. Зато маска может защитить самого врача от брызг биологических жидкостей пациента. Одну маску ни в коем случае нельзя носить целый день. Их нужно менять каждую пару часов. Иначе риск получения инфекции только вырастет. За это время на маске скопится больше вирусов, чем в обычном выдохе. Также при наличии маски на лице нельзя курить, есть и пить, просто сдвинув маску в сторону. И если маска намокла, то ее нужно немедленно поменять, даже если и не прошли 2 часа. К тому же точно известно после исследований, что тканевые маски пропускают через себя 97% микробов и вирусов, а нетканные маски оставляют 56% опасных микроорганизмов. Так что не стоит без причин находить по городу в маске. Маску должны одевать больные люди. Но они должны находиться или в клинике, или дома. Ведь больные не должны выходить в общество до полного излечения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok